То есть нет ни побед, ни поражений. Да, есть ничья. 10-4 у Ли Менгруи. 27 лет Дили Умаровой. Помоложе ее сопернице. Смотрим. Соперница Дили Миша. Работает в правостороннем стойке. Причем Дили Умарова говорила о том, что перед первым слоем она не очень долго работала на техниках ударов руками. Хорошо ли в избоку сейчас у Маурова на носах. А сейчас у меня, конечно, время было гораздо больше, чтобы адаптировать свой Кетушин к этому начертаться. Продвижно, бойцов, передающим Кетушином, припьется на первой дистанции. Все-таки Кетушин, единоборстный, в котором нет соревновательной практики ударов руками, оставляет свой отпечаток и на дистанцию, и на умение, навыки, не только на 10 ударов, но и защищать. Идет вперед довольно агрессивный Ли Менгруи. Колено в клинче, в исполнении Кетушиного. Жестные руки сейчас. В исполнении китайских спортсменов. Гердушка такая достаточно корявая, кстати, в исполнении китаянки, поэтому на этом можно ловить уже не в первый раз. Ли Менгруи полный уютный. У нас с подобными этюдами. Я не думаю, кики не достигают цели. Пока не может дистанцию найти, мне кажется, очень далеко стоит. Попадает левая прямая. И в повторной атаке Ли Менгруи цепляет, будем так говорить, российскую спортсменку. Стерва ловится. И опять очень жёстко встречает китайский спортсменку. Причём у неё размашистые удары довольно, но по-попаду. Размашистые, но быстро. Тут же всё дело в скорости. Здорово встретила левым боковым дели у Майлова, но это не остановило Ли Менгруи, которая как танк, просто как трактор пошла вперёд. И всё равно чистый Кушиновский. Но, но дистанция легко. Опять же, да, мы говорим о том, что пока Дельшина не может найти удобную для себя дистанцию. Замять далеко стоит. Она стоит на безопасной дистанции для себя. Сблизься хотя бы на несколько сантиметров, и ты попадаешь под удары рук. А также, даже ногами не может достать, к сожалению, пока Дельшина не может. В клинче обилие ударов коленом с обеих сторон. Ближая стиля нарывается удары руками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Умарова вязаться к клинче, вот так же с дистанцией ногами, вроде бы поймала эту самую дистанцию россиянка. В размине начало попадать здесь. Да, но руками как комбайн просто вперед лезет. Высоединяется Китая, Леменгруи. Звучит команда от Макс Дедико, нога, блок, нога. Блока нет. Ноги тоже. Поплотнее все-таки руками бьется в российской каянка. Да, соглашусь. Да и не только руками, а ногами тоже будет. Ох, как сейчас сплелись ногами. Здорово опять по туловищу попадает Диля Умарова фронткик. И руками Диля хорошо попадает, руками по корпусу, но это говорит Кокушетиское прошлое. Умение бить руками по корпусу жестко. Очень мало сейчас продуктивного в ринге происходит. Вертушка падает уже от изнеможения буквально. Леменгруи. Поднимается. Чуть больше минуты еще боксировать. На фоне усталости Диля Умарова может сработать, если, конечно, у нее силы остались. На характере идет вперед. Вот опять уже такие корявые закидухи и руками, и ногами предлагает Леменгруи. Но главное здесь что-то делать. Главное показывать активность. Хорошо по печени, ногой. Здорово бьет Диля Умарова. По ту или еще. Но Китай не отступает. Да, не отступает. Работает коленями по бедрам. Вот не надо этого делать. Не надо. Не надо абсолютно. Потому что дистанция неподходящая. Только силы тратит. Сил тратится очень много. А то время, чтобы встать и восстановиться, его, в общем-то, недостаточно. Сил потратила больше, чем восстановила, пока встала. Пропустила удар правой сбоку Дилшова-Умарова. И чуть-чуть ее повело в сторону, но она быстро пришла в себя. Да, вот здесь уже, конечно, задача у студии будет в высшей степени непростая. Очень много борьбы в клинче. Много возни, ударов коленом с одной и с другой стороны. Попадает правой рукой Дилшова-Умарова. Звучит финальный гон. Ну что скажете, Игорь Олегович? Скажу, что надо давать вторую ничью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Победительницы. Это первая победа в ее профессиональной карьере. Поздравляем. Поздравляем идилю ее тренера Максимилиана Дедика, нашего большого друга, товарища, брата по оружию. Пригласим его как-нибудь в нашу программу «Двойной удар».